Пока помню, хотела же рассказать, у нас же ремонт в подъезде до сих пор продолжается вот этот. И вы знаете, у нас, короче, сорвало, значит, там вот эта дверь магнитная, да, ну вот эта, которая домофон, вот эта вся история, да. Вот эта дверь магнитная, она получается, там такая вот, как палка железная, да, с такой, как с пружиной. И то есть дверь, как бы, когда ты ее открываешь, да, ты такая пошла там на улицу или в подъезд, неважно, а дверь сама такая, оп, и подтягивается сначала на этой пружине, а потом примагничивается магнитом, правильно? Ну вот нам эту пружину сломали, получается, и там сейчас две бабуленьки стоят, разговаривают, обсуждают этот момент, страшно скандалят по этому поводу. Там, короче, сейчас жесть возле подъезда происходит по поводу этого ремонта. И я уже говорила в предыдущих роликах, что я не понимаю, зачем красить уже покрашенные участки, уже настолько покрашенные участки, что там просто лужа, лужа от краски. И они каждый день приходят и красят уже покрашено, одно и то же, одно и то же. Воняет уже неделю, если не больше. Вот, воняет очень-очень сильно краской, невозможно дышать, я отравилась, у меня была ужасная тошнота, у меня была рвота, у меня было очень сильное головокружение, я теряла сознание, я чуть ли не падала в обморок, мне даже сидя было тяжело себя держать в сознании. Вот, а у меня тут гречка варилась, у меня ребенок, извините, не спит, он бы, ну, он бы испугался, вот, если бы я упала в обморок. У меня уже было такое в жизни, к сожалению, что я упала в обморок, и Дамир был в шоке, он испугался. Ну, тогда рядом была мама моя, вот, и, ну, он тогда был не один, а сейчас он находится один вместе со мной, как бы, ну, мы сейчас живем, я, ребенок и кот, вот, потому что Володя уехал в командировку. И мы сейчас вот, вот так вот живем. Потом расскажу вам, как это прожить практически месяц в командировке, когда муж, вот, а вы с ребенком и котом сами. Ну, кот, это понятно, когда ты вот одна женщина и должна делать огромное количество дел, которые не только делала я вот раньше, да, сама, а те еще дела, которые делал Володя, и которые, знаете, вот, как бы, да, когда меня нет дома, Володя сразу, когда меня не было дома, я там лежала в больнице с ребенком, Володя сразу заценила, ага. Водичка сама не фильтруется, не наливается по бутылечкам, посудка сама не моется, кушать сама не готовится, дома не будет чисто, если не убираться, да, котик, у котика чистенько накормленный, всегда был в лоточке чисто, мисочки всегда накормленный, и так далее, и тому подобное. Без меня плохо в плане, вот, хозяйственных моментов, да, потому что, ну, как бы, моя работа, она, ну, не сильно стояла, скажем так, да, наоборот, у меня очень большой наплыв пошел, очень большой всплеск пошел тогда, в плане работы, когда я лежала в больнице, вот, скажем так, у меня прям, я прям вообще круто у меня все пошло во время лежания в больнице, вот, хотя интернет там был очень отвратительный, и, значит, что еще было, а еще, 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 я заценила, конечно же, очень многие вещи в духе, там, как бы, наполнитель наполнителем, это я и так его сама покупала, в основном, и таскала его домой, вот, хотя, если, ну, я просила Володю сходить за наполнителем, то он ходил, вот, но в основном как-то, ну, я делала покупки, и, ну, и покупала наполнитель сама, не знаю, вот, и, значит, но, когда, когда надо было самой тащить овощи, самой ездить, оплачивать квартиру, ходить по банкам, почтам и прочим, инстанция, короче, ну, как-то стрёмно, как-то стрёмно, тяжело, слишком много дел, получается, в течение дня нужно сделать, нужно много где успеть, все эти простаивания в очередях, всякие серьезные документики и так далее, это, конечно, мне оказалось тяжело, плюс, Володя, действительно, закупал очень много продуктов, то есть, он пока ванами брал бумагу туалетную, бытовую химию, он ходил, покупал большими пакетами овощи, мяса, фрукты, вот, а, как бы, ну, мне это все тащить тяжело, потому, что я не каждый день, ну, если распределить, да, сегодня там пойти за овощами, завтра пойти там, затем, послезавтра, затем, да, ну, как-то оно так получается, что в те дни, когда можно было бы вот так вот это все распределить, получается, что мне нужно пойти или поехать по каким-то делам туда-туда-туда-туда-туда, вот, и получается, что уже слишком поздно и я не хочу уже никуда идти, мы просто в итоге заказываем доставку в ДУДО пицце или попробовали доставку, Мы еще Delivery Club и заказали доставку из KFC. Я потом расскажу, как мне доставка Delivery Club по сравнению с Dodo, да. Сравним с вами эти две доставочки. Вот, значит, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что, мол, так и так, но получается, что сегодня бы пойти за овощами, например, да, а мне надо много где ездить, и я поздно уже освобождаюсь, уже на улице темно, и, ну, не хочется шляться по темени одной с ребенком, потому что, ну, сами понимаете, придурков много на улице, машины ездят отвратительно и так далее, вот эти истории, то про этого стрелка из Перми, то у нас тут тоже придурков хватает, у нас тут своих придурков хватает, раз уж на то пошло, поэтому... Поэтому не очень хочется с каким-то таким товарищем встретиться, и вообще, ну, как бы по темени нечего шляться, я считаю, вот. Одно дело, когда ты идешь со школы в 5-6 вечера, уже стемнело, да, и совсем другое, когда... И то, мне кажется, в 5 тут еще не темнеет, и совсем другая история, когда ты берешь и специально выходишь за покупками уже по темени. Один раз мы вышли прогуляться, но у нас это был вынужденный случай, вот, за покупками, а так вообще стараюсь по-светлому ходить, потому что, ну, я боюсь, у меня очковая, я женщина, я боюсь. Вот. Значит. Еще такие моменты в том, что я стараюсь никуда не выходить из дома, это не всегда получается, когда, например, в школе, почему? Потому что ребенку может захотеть, ну, ему нужно будет домой, да, ну, мало ли, что-то случилось, стало плохо, ему надо домой, а я куда-то уехала, ушла, или вообще, не дай бог, там, не на связи, он даже дозвониться до меня не может. Потому что такие тоже ситуации могут быть в тех же магазинах, паспортном, там проблемы со связью. Я не очень люблю, когда меня ребенок ждет, вот это вот переживает, дозвониться не может. Я все эти истории не очень-то люблю, вот, точнее сказать, вообще не люблю, поэтому как-то так получается, да, и следующий момент, поэтому я никуда стараюсь не выходить, и поэтому мы вот делали доставку, заказывали там еду, и так вот каждый раз я думаю, ага, там, сегодня можно сходить за хлебобулочными, завтра, например, за бытовой химией, там, например, там, бумага туалетная, там, сладким, послезавтра, там, я не знаю, там, то-то-то-то надо, например, да, там, из крупняка, там, к примеру, там, наполнитель для кота и корм для кота. Да, можно каждый день это все распределять, но в итоге получается, что я один день могу потратить на покупки в супермаркете масштабные, а все остальные дни, там, дня 3-4, в итоге у меня занимают поездки по разным местам, по разным инстанциям, по разным делам, по работе, еще по каким-то моментам. И в итоге я поздно освобождаюсь, в итоге опять, оп, доставка, или там, оп, там, была какая-то еда, там, что-то приготовила сама, я просто не успеваю, очень не оцениваю, не ценишь, когда, то есть, ты это не делаешь, тебе кажется, ах, просто, а Вовка успевал, он успевал побывать в 5-7 местах, очень по-быстрому везде съездить, сходить, все разузнать, все сделать, сходить еще, скупиться полностью домой, еще отнести все эти продукты, и еще сбегать за овощами в овощную лавку, и еще много всего набрать и принести. У него это как-то быстро получалось, то есть, я справляюсь с одними аспектами достаточно быстро в быту, а Володя справляется с другими аспектами достаточно быстро в быту, и что ему тяжело, когда на него наваливаются все вот это, да, и мое, и его, и мне тяжело, когда на меня наваливаются и мое, и его, и вся история в том, что да может быть она даже вот он приходил домой я говорю ну что ты готовишь себе там есть он говорит или там приготовишь нам что-то поесть больницу он говорит а я не успеваю зарядную бывает могу что-то приготовить на несколько дней такое такое себе так там столовая кушал тогда на работе вот но говорит не успеваю я не говорит даже если я вам приготовлю она либо целый день им будут на работе лежать, говорит, уже будет не свежая, либо говорит, я уже не успею в больницу приехать, ну, то есть такое, поэтому часто тоже покупал какую-то готовую еду, что-то перекусывал, потому что тоже ему, конечно же, было некогда, то есть, вот такие феррожульки. Сегодня, конечно, планировала наготовить много всего, много всего наготовить, прибраться, у меня глаз так что-то болит, правый, не знаю почему, сегодня блеск для губ, камера, конечно, не передает, ну, классно, он такой сиреневатый, такой отлив, хорошенький, вот этот, который я в фикс прайсе покупала, я потом сниму о нем видео обязательно, ну, все, моя хорошая, ладненько, в общем, цените друг друга и не наговаривайте там на женщин, что она там мало всего делает, потому что этого просто вы не замечаете, когда все дела домашние поделаны, этого не видно, как только женщина там заболела или в больницу легла, уехала, там еще что-то, сразу начинаешь замечать, потому что очень многие вещи, вот все, засираешься там, готовить некогда, еще что-то, то же самое в плане там, или там домашних животных, забота о них, да, то же самое и мужчина, кажется, ой, что там он делает, на работу съездил там и на диване чухает, сидит, нет, наши мужчины тоже очень многое делают, просто мы вот так же, как и они, им кажется, что это элементарно, наши дела какие-то, и нам кажется, что их дела тоже элементарно, но когда наваливаются и те, и другие дела на кого-то из нас, да, там хоть на мужчину, хоть на женщину, конечно, уже становится тяжелее, поэтому я считаю, что распределение обязанностей в семье, если все в порядке, это, конечно, очень-очень важный аспект, нельзя делать все кому-то одному, ну, это, конечно, очень важно, уметь распределять обязанности, прям, это мега важно, все, ребяточки, пока! Субтитры сделал DimaTorzok